Радио Болтком Утро на Болткоме Радио Болтком продолжает свою работу Утро на Болткоме И такая тяжелая, действительно Такая серьезная очень тема Мы поговорим сегодня о новых таких Тревожных тенденциях среди Детей и молодежи С нами на прямой связи детский психолог Директор центра психологии Айкидо центра Ольга Попейко Здравствуйте, доброе утро, Ольга Доброе утро, здравствуйте Да, ну вот приходят данные о том, что В Европе Растет число Молодых людей, которые начинают Активно употреблять наркотические Запрещенные всевозможные вещества И это даже потесняет Курение и потребление Алкоголя, то есть Пытаются, в общем, молодые люди Открыть для себя какие-то Новые сферы Насколько это Тенденция может быть актуальной для Латвии В чем может Причина быть того, что Молодежь интересуется вот этими вещами Эта тенденция, наверное, продолжается Очень долго Я Нашла у себя Такую методичку 2001 года Про профилактику наркозависимости У детей дошкольного И младшего школьного возраста До школьного возраста До школьного И младшего возраста И школьного младшего возраста 2001 год На дворе у нас 2022 год Все, что Исследовали Ученые, психологи Врачи, медики В начале 2000-х годов В конце 90-х годов Все это уже было понятно Что эта тенденция Будет нарастать Потому как общество наше Начало меняться Серьезно Стала меняться Структура семьи И Ну Все больше и больше Стиле дисфункционального Воспитания детей Стало проявляться В семье Соответственно Когда рушится Система какая-нибудь Обязательно Под эту угрозу Попадут наши дети Так или иначе И Если мы В таких Каких-то Более стройных системах Понимали, что это Все-таки Ну Какой-то Асоциальный уровень Может быть Какое-то Нарушение Вообще Развития Ребенка Его здоровья Его Психоневрологических Каких-то Моментов В Организме То Со временем Мы понимаем Что Эта тема Затрагивает Благополучные Семьи Совершенно Здоровых Детей Мотивированных На Хорошую Учебу Там Какие-то Такие Интересы Имеющие Да Почему Это происходит Это действительно Растет И растет Мне сложно Оценить Я так статистику Не изучаю С кем Приходится Работать И тенденция В то Что Если ребенок Выпивал Или там Пробовал Или что-то Один препарат Или одно Химическое Средство Или один Ну там Напиток Алкогольный То В 2015 Наверное В 2015 Году Один подросток Мне рассказывал О том Что Знаете Я уже вырос Было 19 Я вырос И то Что мы употребляли В качестве Попробовать Это ерунда По сравнению С тем Что употребляют Ну Мои Младшие Вот Браты И его Сверстники И когда он Делился тем Что Я говорю Ну а что Что употребляют Сверстники И когда он Рассказывал Что не употребляют У меня У врача-педиатра В прошлом В общем Глаза округлялись Что После таких Веществ Можно ли Остаться Вообще Живым Что происходит В организме Вот И я не думаю Что эта тенденция Остановилась Тенденция Растет И Вчера Моя дочь Которая работает В детской больнице В приемном отделении Она говорит Ой что там тема Это достаточно Частая тема Обязательно Есть дежурство Кого привезут Подростка В алкогольном Или наркотическом Опьянении И самое интересное Что фотографию Тестов Которые она Привезла Мы берем Тест Обязательно Это правило Такое И если 11 реагентов Тест Определяет Из них Положительно В моче Подростка 7 6 Там 9 Веществ Находится Понимаете Насколько Комбинированной Происходят Утравление Это не моно Не одно Попробовал Покурил Выпил Или что Это комбинированное Средство Находится В организме Ребенка Ольга Сразу Возникает Сразу Два вопроса Первая Доступность Таких вещей Где они берут И в чем Причина Зачем Ну то есть Если Подростка Например У ребенка Условно говоря Счастливое детство Когда он занят В школе В кружках Родителей Книжки Фильмы Не знаю Компьютерные Игры Зачем ему Еще нужны Какие-то Дополнительные Вещества И где Они их Могут взять Где берут Я вам Точно Не скажу Потому что Я не Социальный Работник И это К ним Вопрос Наверное Эта Среда Все-таки Позволяет Где-то Найти Но запретно Это всегда Можно найти А вот Для чего Это всегда Интересует И специалистов И родителей На фоне Я возьму Благополучные Семь Вот смотрите Запретили Дым Но появились Вейпы без Дыма И это Можно Ну как бы Как это Проконтролировать Да Вот это то Что говорят И подростки И их родители И так далее Важная Среда Подросток На первом На втором На третьем Месяце Для подростка Я беру Не младший Школьный ВОЗ А подростков Для них Общение И среда Это важно Не учитель Не родитель Авторитет Среды И среда Становится Очень важным Как Как Я Принят В эту Среду И для Подростков Вот что Они говорят Мои чувства Мне интересно Себя исследовать Потому что Я не очень Хорошо себя Понимаю И это не только Говорят подростки Это говорят Люди постарше Там 20 лет 25 Они говорят Я не очень Хорошо Себя Идентифицирован Я как будто Не очень Хорошо Понимаю Это нормально Или нет Понимаете Куда мы попадаем Мы попадаем Очень серьезную Тему Выращивание Личности Ее адаптацию В среде Она не происходит 20 лет И в 15 Она происходит Действительно Раньше Мне уже 56 Я все равно Сам себя Тоже не понимаю В поиске Себя Но я Слава богу Я не употребляю Никакие вещества Чтобы это понять Я пытаюсь Это через книги Через фильмы Там через Да Но ты взрослый человек Речь идет О детях И подростках Но На что я обратил Внимание В ваших словах Ольга Дети В принципе Пробуют Испытывают Этот мир Они нащупывают Границы Они действительно Ищут себя И Может быть Это прозвучит Несколько скандально Но в какой-то Мере Попробовать В том числе Какие-то Подобные Перечисленные Субстанции Может быть И нужно Через это пройти Все дело Весь вопрос В мере То есть Если ты За компанию С кем-то курнул Выпил глоток Это одно Проблемой Становится Когда Ребенок Втягивается В это Александр Вы говорите Это раньше Можно было Попробовать И ничего Не будет Одно Химическое Средство Одно Вещество Одно И понятно Ты в семье Как-то Мог Вылезти Из Понравилось Не понравилось Сейчас Этого Нет Это Очень Токсическое Влияние Сразу На центр Головы На центр Мозга Вы 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 Имейте Субстанции Которые Не контролируют У него У него У него Идут Разрушения И дети Не понимают Они не могут Оценить Вреда Для своего Здоровья Для своей Безопасности Важно Что происходит Ну и сейчас И Среда Здесь Очень Очень Большую роль Играет Среда Вы имеете ввиду Общество В целом Семья Окружение Ну то есть Компания На каком уровне Среда Ну вот смотрите У нас есть Три феномена Всегда Это Семья Образовательное Учреждение И общество Сверстник Вот Три Таких Направления Где Вот в микросоциум Который окружает В семье Нужно понимать Какие мы Используем Стили Воспитания Ребенка Как мы Его растим Незрелость Родителей Вот Высоко Сказать Что Прям Категорично Но Родители Растеряны Родители Уставшие Родители В послеродовой Депрессии Родители Не понимают Что с ним Делать Ребенок Сидит Вот тут Двухлетний На плечах И он Главный Родитель В общем Я не знаю Что происходит С родителями Такое ощущение Что Родители Зачастую Выключены Системой Воспитания Ребенка Просто Не знаю Почему Это тоже Такая тема Что с семьей Происходит Ну я знаю Конечно Та тема Которую Можно пойти Отдельно Соответственно Личность Мы формируем Начинаем В семье Дисфункциональное Воспитание Это уже там Раньше Оно было Вот в асоциальных Семьях Мы там Его изучали В 70-х А сейчас Оно везде Нет взрослого Взрослого Внутреннего Взрослого На которого Может положиться Ребенок Родители Инфантилен Часто Таких Вот смотрите Мама Покупает Ребенку Вейп Окей Ребенок Ребенок Сейчас Какой возраст Подразумевается Подросток Ну чтоб он Там где-то Не курил Пусть дома Курит Это Это как Мама Кладет И оставляет Сигареты На столе Пусть здесь Попробует Или папа Ну и неважно Семья Ну ну Хорошо 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 Понимаю Подождите Ремарочка Такая Когда-то Когда-то Считалось Что Если это Доступно Не запрещено Вы были дома Нет-нет-нет Не то что лучше Я ему первую Или ей первую Рюмку налью Я о других вещах Говорю Что если Есть запрет Есть интерес Если это доступно Если это на виду Это не вызывает Интереса попробовать Ну лежать Сигареты Папа курит От него Неприятно пахнет Да не буду я этим заниматься Ну то есть вот на таком уровне Это неправильно Это не работает А сейчас Это очень Не то чтобы ошибочно Но очень рискованно Потому что незрелость Очень высокая Тогда папа был Более такой зрелый И система воспитательная Выдерживала А сейчас Очень большой риск Того что это не сработает Скорее это будет Копирование Скорее это будет Поддержание незрелости Потому что мы скатываемся В позицию детскую Мы взрослые Скатываемся в позицию детскую На уровень Мы подруги Мы друзья У нас всё открыто У нас всё можно Нет такой Ответственности Что ли Не ходил Для чего это Да вот Это Ну границы здесь Трещат просто По швам И вот эта Тема Тут тоже можно Найти В неё Взаимодействия Взрослых И детей В семье Второй момент Который Так у нас Чуть-чуть Проблема со связью На самом естественном месте На втором моменте Вот тут как раз У нас пришло Такое Не знаю Везде растёт И в Латвии Да слышно И в Латвии В том числе На втором моменте Мы остановились Вы произнесли Второй момент И после этого Мы вас не слышали На второй момент Это общество Но общество берёт Регулирует Да Общество проводит Лекции Заботится Там проводят Занятия Вот у нас В Латвии Тоже очень много Всего проводится Того что Обыдаются В школах Образовательных Учреждениях Всё это делают Но спускать Инструкцию Сверху Когда внизу Всё слабо Но это не выполняет Разговоры Не воспитывают Безопасность Можно ли провести Какой-то Параллель С игрой Мафия Ну то есть Если раньше Представим себе Какой-нибудь Хулиган Условный Квакин Оказывался Девочке Дружинницы В школе Его Всё время Общий моральный Климат Такой Что он Выглядит Белой вороной А сейчас Наоборот Квакины Задают тон И белой вороной Выглядит тот Кто Ничего не пробовал В этой жизни И так далее Да Так есть Так есть Очень сложно Удержаться Человеку Ребёнку В обществе Где все Приняты Такие правила Ты там Выделяешься Тебе неудобно Ты становишься Одиноким Тебе некуда идти Эта проблема Одиночество Растёт И в Европе Растёт У нас Растёт Везде Растёт То есть Сейчас изгоями Становятся В принципе Хорошие мальчики И девочки Ну хорошие Вот В нашем Классическом Я должен быть Со всеми Соответственно Я как все Вот это Транслируют дети Если я не как все То тогда Кто я Ну подождите Подождите Вот это Транслирование Я не такой Как все И принадлежность Группе Это опять же Одна из базовых Потребностей Человека Тогда возникает Вопрос Что проблема В той самой Группе Это как раз Мы говорим Про группу Что если я хочу Быть таким плохим Как большинство Значит мы говорим О том Что О Мы пришли К тому Что у нас Большинство Плохое Большинство У нас Транслируют Подобные модели Поведения Когда можно Что-то там Выпить Закусить И так далее Откуда Они этому Научились Какая-то Критическая масса Мы набрали Критическая масса Критическое мышление Развито А когда его нет То это воспринимается Как норма Вот про что Если так делают И так можно То внутри В личности Формируется Эта вседозвольность И я могу И это транслируется И воспринимается Ну нормально Ничего с этого Нет Хорошо Я спрашиваю Вы курите Уже у взрослого Человека Я вижу По сигналам Лица Потому что я не беру В консультацию Людей взрослых Которые имеют Наркотический опыт Я говорю Вы курите Нет А я вижу Что он курит Я вижу Уже изменения Думаю Ну ладно Причём это А потом Через какой-то время Ну да Раньше бывало То есть это же Отрицание всего Ну и себя в том числе Это норма Ольга У нас не так Не так много Эфирного времени Остаётся К сожалению А тема Сверхархи Серьёзная Вопрос Который назревает Как правильно Научить Говорить нет Потому что Ведь Всё утыкается Именно в это Когда есть Вокруг тебя Группа Которая Демонстрирует Определённые Модели поведения Нужно уметь Иметь смело И сказать нет Мы должны следовать За этой группой И конечно же Ребёнка Нужно этому научить Говорить нет Но прежде чем Он будет говорить нет Он должен понимать Что он нужный Важный Любимый В чём он живёт И в чём он растёт И вот эта безопасность Семьи и среды Это очень важное Мероприятие На самом деле Которое и мы делаем И медики делают И это Воспитательные Стратегии Ты должен понять Изнутри Как сказать нет За тебя Должны бороться Все Чтобы ты вырос И мог сказать нет Это не Нет и нет Но ты же За этим нет Стоит очень мощная Личность уже И вот эту Личность Нужно вырастить Которая скажет Нет И будет знать Куда идти В каком Как ей Взаимодействовать С теми Кто рядом Это очень И очень важный Вопрос Который вы поднимаете Напрашиваю Два вывода Такое Прямо Обращение Ко взрослым Взрослые уже Повзрослейте И начинайте Любить своих детей Это раз Повзрослейте Обратите Посмотрите Кто рядом с вами Любите детей Проводите с ними Время Интересуйтесь Их жизнью Ну все Что И это вот С дошкольного И младшего школьного Изначально Мы закладываем Эти стратегии Жизни Второе Нужно понимать Что Дети Не учатся Словами Мы их не можем Научить Вот Так можно Так нельзя Ты вот такой Секой Дать ему подзатыльник Если мы ему там Не воспитывает Это все Не растит Нам нужно Показать Основы Вот такой вот Своей Внутрисемейной Безопасной Жизни И нас Направить Что называется На путь этого ребенка И это задача родителей Ни школы Ни среды Он должен быть Транслировать Какое-то свое Безопасное Чтобы он вышел А мы как родители Были спокойны Что он Найдет способ В это не вляпаться Или отойти Или установить Другой контакт Со средой Мы же не будем За ним Ходить По пятам Не будем Наша задача Отпускать И регулировать Это Чтоб ребенок Знал Сам умел Это урегулировать И он Это сможет Сделать Если мы Это Поставим Как-то В свои Устои Жизненные Возьмем Что мы Начнем Это делать В семье Вот я Всегда За это И это Корень А то Что мы Общество Привлекаем Да Замечательно То Что мы Про это Говорим В школах Да Замечательно То Что дети И так Все знают Лучше Чем мы Да Это Так Есть Они Они Очень Подкованы Во всем Но у них Нет этой Зрелости И нет Анализа Нет критичности И опасность В том Что один раз Попробовав Токсичность Веществ Сейчас Очень мощно Дети Сразу испытывают Клетки Разрушаются Понятное дело Что он Не станет Сразу Каким-то Другим Человеком Но Пласты клеток Уничтожаются И Потребность Получить Новые Реакции Вот Своего Какого-то Да Успокоиться Снять Напряжение Это что же Да Не только Комфортность В обществе Но еще И снять Напряжение И получить Какие-то Другие Запредельные Реакции Эмоциональные И что-то Сактивизировать Себя Если я В среде Не очень Активный Или там Устроить Какие-то Манипуляции Это Это все Используется Это все Ну Как-то Понятно Спасибо большое Ольга Огромное вам Спасибо За комментарии Очень серьезные Действительно Вещи Очень серьезная Тема Безусловно Мы ее Продолжим Детский психолог Директор Центра Психологии С Айкидо Ольга Ольга Попейко Была с нами И главные Основные Рекомендации Мы их услышали Надо любить Детей И этим Мы можем Помочь Не только им Но и Сами себе Ольга Хорошего дня Спасибо Всего доброго Что же Утро на балкоме Неумолимо Подходит К концу Но Программа Радио Балком Продолжается